Нужно ли в молитве стремиться непосредственно к душевному миру? Например, Паисий Святогорец говорил, что ни к чему, кроме покаяния, в молитве стремиться не стоит. Искать только покаяние. Как же через молитву обретается душевный мир? Совершенно это. Даже более того, я хочу немножко ваши слова продолжить. Преподобный Паисий Святогорец, он говорит, и не только в молитве, а весть, все твое подвижничество должно быть направлено, чтобы взыскать покаяние. То есть и после этого, и калинопреклонение, любые телесные подвиги направлены на то, чтобы испросить покаяние. Ищи в своем подвиге покаяние только. Только покаяние. Но дело в том, что там, где покаяние, когда человек кается, сознает перед Богом свои грехи, кается, плачет о своих грехах, и он получает от Бога прощение, и на него снисходит благодать Духа Святого, и он как раз получает душевный мир. Вот подлинно кающиеся люди, вот у них и есть душевный мир. Те, которые не каются, или считают, ну как знаете, большинство современных людей, к сожалению, считают, что в принципе, а какие у меня грехи? А что я такого особенного сделал, чтобы мне, вот там, чего мне напоминает идти на исповедь? Отчего ради? А что я такого делал? Вот тот человек, который вообще не видит своих грехов, он закрывает для себя двери покаяния. И у него никогда внутреннего мира и покоя нет. Он готов рассуждать, может быть, даже красиво, о вере, о благочестии, о подвигах других. А он не хочет палец о палец ударить, чтобы немножко этим подвигам подражать. Как очень мудро один из современных авторов, архимандрит Лазаря Башидзе, пишет, что мы порой, у него есть замечательная книга, мучения любви. Мы, говорит, порой любим читать о подвигах подвижников веры, а не хотим хоть немножко этому подражать. Но подражая тоже не нужно впадать в самомнение, а подражать именно нужно через двери покаяния. Только покаяние, потому что покаяние – это основа, основа духовной.